Умные люди… Как-то раз достал мужик из угла свою палку и стал говорить жене своей, – Трина, надо мне далеко отсюда сходить, и только дня через три могу я опять вернуться. Если этим временем заглянет к нам торговец с котом да задумает купить наших трех коров, то ты можешь их отдать ему, но не дешевле чем за двести талеров, слышишь ли? – Ступай с Богом, – отвечала жена, – уж я это все справлю! Ну да, справлю! – ворчал муж. – Была ты умная в детстве, да голову зашибло, с тех пор и ум у тебя вышибло! Но я тебе вперед говорю, если ты тут что-нибудь напутаешь, я тебе так спину палкой нагрею, что целый год помнить будешь! Затем он и пустился в дорогу. На другое утро пришел торговец с котом, и хозяйке не пришлось с ним много разговаривать. Осмотрев коров и узнав их цену, он сказал, «Эту цену дам охотно, потому что, кому они ее стоят! Сейчас их с собой и возьму!» Он отвязал их от стула и выгнал из хлева во двор. Уж он собирался ворота отпирать, чтобы вывести их на улицу, когда хозяйка ухватила его за рукав и сказала, – ты прежде отдай мне двести таллеров, а нету я скота отпустить не могу! – Это верно! – отвечал торговец. – Да вся беда в том, что я свой кошелек дома забыл. Да вы не тревожьтесь, я обеспечу вам уплату. Двух-то коров возьму с собою, а третью оставлю у вас, она будет вам служить хорошим залогом. Хозяйке это понравилось, она отпустила торговца с его коровами и подумала, – вот ганс-то мой как порадуется, когда увидит, что я так умно распорядилась! Муж вернулся, как и сказал, на третий день и тотчас спросил, проданы ли коровы. 0- Ну, конечно, – отвечала ему жена, – и как ты сказал, за двести таллеров? 0Пожалуй, они столько-то и не стоили, да торговец взял их не противоречи. 6- А деньги где? – спросил муж. 2- Да денег-то у меня нет, – отвечала жена, – он, видишь ли, забыл свой кошелек дома и обещал их вскоре принести, 0зато он оставил мне хороший залог. 4Какой залог? 5А одну из трех коров, и он не ранее ее получит, как заплатив за остальных двух. 9Да я к тому же умно распорядилась, оставила из трех коров ту, которая поменьше, благо и есть она меньше всех. 6Муж, конечно, разгневался, взмахнул своей палкой и собирался немедленно ей выдать обещанную награду, но вдруг опустил палку и сказал, – вижу, 0что ты глупее всех баб во всем Божьем мире, но мне тебя жаль. 8Вот пойду на дорогу и три дня сряду буду ждать, не встречу ли кого-нибудь глупее тебя. 9Если мне посчастливится, то я тебя избавлю от наказания, а не найду, так ты немедленно получишь то, что тебе следует. 9Вышел он на большую дорогу и стал выжидать, что будет. 9Вот и видит, едет к нему по дороге телега и на телеге едет баба стоя, хотя ей было бы удобнее присесть на охапку соломы, положенную в телеге, 9или идти рядом с валами, впряженными в нее. 9Мужик и подумал, – ну, это верно из тех, что мне нужны, – вскочил с места, и давай бегать, как полоумный, перед самой телегой. 4- Чего тебе надо, Куманек? – спросила его баба. 9- Я тебя не знаю, откуда это ты взялся. 1- Да я с неба упал, – отвечал ей хитрец, – так не можете ли вы меня опять туда же взвести? 9- Нет, Куманек, дороги туда не знаю. 8Но если ты точно с неба упал, то, конечно, можешь сказать, как там живется моему мужу, он уже там года три. 9Чай видел ты его там. 3Видеть то видел, да ведь нельзя же, чтобы всем хорошо жилось. 1Он там овец пасет, и эта скотинка немало хлопот делает, то по горам лазает, то в глушь какую-нибудь затешится, а он всюду за ней бегает да сгоняй. 9Ну, и обтрепался, платьишком пообносился, лохмотьями с тела сваливается. 9Портных там вовсе нет, Святой Петр, как ты сама по сказке знаешь, никого из них туда не впускает. 1- Ай, батюшки! 9Кто бы это мог подумать! 9- вскрикнула баба. 9- А знаешь ли, что я сделаю? 9Принесу сюда его праздничное платье, которое еще висит у меня дома в шкафу, в нем он там еще и пощеголять может. 9А ты, уж будь так добр, возьмись его доставить! 5- Нет, так нельзя! 9- сказал Хитрец. 5- Одежды никакой нельзя проносить с собою на небо, ее еще ворот снимают! 9- Ну, так вот что! 9- спохватилась баба! 8Я вчера свою чудесную пшеницу продала и порядочные день женке за нее выручила, вот эти деньги то и пошлю ему! 9Ведь уж если ты кошель то в карман сунешь этого, конечно, никто не приметит! 2- Ну, коли и нельзя иначе, возразил мужик, так я тебе готов такое удовольствие сделать! 9- Вот только посиди здесь, – сказала она, – я съезжу домой за кошелем и скорехонько вернусь! 9Я ведь не сажусь на вязанку соломы, а еду стоя, так во вам легче! 9И пугнула Валов, а мужик подумал про себя, – ну, эта дура не из последних, и если она мне точно привезет деньги, 9то моя жена может порадоваться своему счастью, потому что я ее избавлю от побоев! 9И точно, немного спустя, баба бегом прибежала, деньги принесла да еще сама ему в карман их сунула. 9Не удовольствовавшись этим, она еще перед уходом горячу его поблагодарила за его обязательность. 9Придя к себе домой, баба повстречала сына, вернувшегося с поля. 9Она ему рассказала, каких диковинок наслушалась, и добавила еще, – очень я рада тому, что представился мне случай послать кое-что моему бедненькому муженьку. 9Кто ж его знал, что он там, на небе, будет в чему-нибудь терпеть нужду! 6Сын слушал ее, развесив уши от удивления, и сказал наконец, – матушка, ведь и таких-то выходцев с неба не каждый день встретишь! 9Вот и хочу я сейчас того человека разыскать, пусть он мне расскажет, каково там живут и как работают! 9Он оседлал коня и помчался что он есть мочи на розыске. 6Разыскал мужика, тот сидел под ивы и только что собрался считать деньги, полученные от его матери. 9- А не видал ли ты здесь человека, который с неба пришел? – крикнул юноша нашему хитрецу. 8Видел, он уже в обратный путь направился и вот взобрался на ту гору, с которой ему все же до неба ближе путь. 9Ты его еще, пожалуй, и нагонишь, если поскачешь поскорее! 9- Ах, – сказал юноша, – я за день день с койпоест томился, а едучи сюда и совсем устал, ты человека того знаешь, так садись на моего коня, 9поезжай да уговори его сюда вернуться! 0- Ого! – подумал мужик. 9- У этого парня, кажется, тоже царя в голове нет! 9- И потом ответил, – что же, придется сделать для вашего удовольствия, – вскочил в седло и поскакал крупной рысью. 6Парень просидел на дороге до самой ночи, но мужик не вернулся к нему. 8Верно, – подумал он, – тот, что с неба пришел, очень пешил туда возвратиться и потому не захотел сюда прийти, 9а мужик-то этот и отдал ему моего коня для передачи отцу моему. 4Он пошел домой и сказал своей матери, – я батюшке лошадь отправил, чтобы ему не все пешком за овцеми-то там бегать! 5- И отлично сделал, – ответила она, – ноги у тебя молодые, так ты можешь и без лошади обойтись! 9А мужик, вернувшись домой, поставил коня рядом с коровой, оставленной в залог, потом пришел к жене и сказал, – Трина, на твое счастье, 0я нашел двоих, которые еще глупее тебя, на этот раз я тебя от побоев избавлю и приберегу их до другого раза! 9Затем он закурил свою трубку, уселся в дедовское кресло и стал говорить, – недурное дельце я б делал! 9За двух тощих коров получил в обмен сытую лошадь да еще туго набитый кошелек денег в придачу. 9Кабы с глупости-то всегда такие барыши приходилось брать, то я бы, пожалуй, ее и уважать готов! 9Так мужик про себя раздумывал, но тебе-то, конечно, простодушные люди таких умников милее!